Для того, чтобы описать тип функции, нужно задать тип ее аргумента и тип результата этой функции. В Haskell для описания типу функции служит оператор-стрелочка. Это бинарный оператор. Левым оператором его является тип аргумента, а правым оператором тип результат. Стрелочка находится между ними, это инфиксный оператор. Давайте посмотрим, как это работает на примерах в интерпретаторе. В Haskell есть библиотечная функция NOTE, которая принимает аргумент булевого типа и возвращает противоположное значение. Скажем, когда я вызываю NOTE на значение булевого значения FALSE, я получаю значение TRUE. Поскольку эта функция принимает аргумент булевого типа и возвращает аргумент булевого типа, и ясно, что ее тип должен выглядеть следующим образом, булл, стрелочка булл. Ну и действительно это так, если мы наберем команду type и передадим ее в качестве аргумента функцию NOTE, то у нас появится тип булл, стрелочка булл. Стрелочка составлена из значка минус и значка больше. Что происходит в том случае, когда у нас имеется функция двух аргументов? Ну давайте разберемся с этим на примере оператора, логического оператора I. Логический оператор I, 2 амперсанта подряд. Это оператор, который принимает два аргумента, два буллевых значения, и возвращает значение истин только когда оба аргумента являются истинными. Например, на таких параметрах он вернет нам значение FALSE. Давайте вспомним, как устроен функции нескольких аргументов в Хаскеле. У нас была, мы обсуждали идею частичного применения, то есть на любую функцию мы можем смотреть как на функцию одного аргумента, возвращающую некоторую функцию. То есть сначала мы можем смотреть на это выражение, как на оператор логического I, примененный к одному значению, а потом ему передается другое значение. Поскольку оператор, примененный к одному значению, можно смотреть на него как на функцию одного аргумента, то мы в итоге делаем следующий вывод, что этот оператор принимает булевое значение, а возвращает функцию. Какую функцию? Ну, поскольку аргумент второй оператора I и возвращаемое значение это булевое значение, значит возвращается функция из типа бул в типа бул. Таким образом, тип того выражения, тип нашего оператора I, может быть записан следующим образом. Бул стрелочка. Принимает значение бул, а возвращается функция из бул в булевое значение. То есть, вот такой вот тип у нас у оператора I. В Haskell оператор над типами, конечно, оператор стрелочка, он рассматривается как правоассоциативный, поэтому скобки, которые здесь присутствуют, можно убрать, и в итоге тип того логического оператора I выглядит следующим образом. Бул стрелочка, бул стрелочка, бул. Ну, естественно, что типы мы здесь вводить не можем, поэтому нам вернулось сообщение об ошибке, здесь можем вводить только выражение. Но если мы спросим про тип интересующего нас оператора, то мы получим ровно такое значение. Если у функции большее число аргументов, то у нас, соответственно, функция, там, скажем, трех аргументов, она принимает свой первый аргумент и возвращает функцию двух аргументов. То есть, если у нас была определена какая-то логическая функция трех аргументов, то она имела бы тип бул, стрелочка бул, стрелочка бул, стрелочка бул. То есть, глядя на эти стрелочки, мы должны смотреть на то, что стоит перед последней стрелочкой, как на возвращаемое значение функции, а на остальные стрелочки указывают нам на аргументы функции. То есть, количество аргументов в функции столько, сколько стрелочек. А во всем выражении количество аргументов на единичку большее. Ну, количество в цепочке стрелочек, количество символов, между которыми эти стрелочки находятся, на единичку большее, чем число аргументов функций. То есть мы видим, что эта функция логическая и эта функция двух аргументов.